ребята всем привет вы на канале копай железо мы сегодня вдвоем решили прогуляться по старой шведский сказать границы разведали данные по секретным картам вот и будем сейчас идти по прием что там 44 с половиной километров на принципе марш пять километров вот но и по дороге там естественно будет поселухи и по 41 году и там что-то по империи может быть вот ну может быть так как шведская граница может быть что здесь что-то здесь на трусили из кожаных мешочков чешуйки там я имею ввиду там из кошелей это кожаных прохудилась может раз вывалилась чего-нибудь да или вывалился нам болт все будет хорошо туда и вот и как всегда начинается у нас романтизм с вот таких дорог как я говорю там 45 километров то есть сюда естественно дрючь машину не будем вот зачем упираться когда можно заняться физкультурой я считаю вот такие места господа надо и ходить где-то 45 километров спокойненько с напарником вот здесь кстати местные жители отмечают наличие в обилии медведев медвежий такой уголочек ну попугаем их немножко пошумим лет александр сейчас достанет свою пуколку и пухнет в общем места новые места интересны новая для нас район распечатываем надеюсь у нас как-то под конец сезона всегда выстреливает что-то должно и тут выстрелить вот ребятки зашли до места до точки 1 так сказать здесь был дом лесника сейчас мы будем раскладываться прямо на дороге где по суше все как и вот туда пойдем надеюсь малошевеленный ну да ну да ну да давай здесь разложим сюда чё нормальная тема поснимем как ваши тут тусе-мусе золотые пундуки ну первая на сегодня находка у меня вот такая вот пуговка годов на пятидесятых нами может ранее раньше еще по финской войне встречаются может быть и раньше пускали такие пуговки ну стандартно общем монитосов пока нет ну вот вторая находка так скорее всего орлянка я могу ошибаться такая пуговка если не ошибаюсь орлянка вот такой формат ну чтож должна быть империя должна быть по крайней мере хотелось бы конечно каком шведика зацепить за чуть никого идем дальше ну чтож не так просто дается это место сначала осколки колокольчика вот все что от него осталось жалко что не целый блин так был бы зачетный как жаль видно что довольно таки старенький образец пошел бы в коллекцию конечно ну вы их придется оставить дождем конечно я за канатом стыкнуло я думал все серебра думала ложка такая старенькая да это все все старенько но никакая конинка хорошего стекольный что это стекольный завод вот они стекла попадаются где же барыши то наши найдем крутяк вот на картах шуберта здесь было раньше давным-давно стекольный завод ты видимо денежки водились до империя но сожалению было когда-то сейчас это жалкое напоминание на имперскую монету усосано но тем не менее монета есть банку положим купим как алики идем дальше сейчас вот олежеку дадим монетку сейчас понятно что серебро пели империя какой год у нас ли сам смотри давай ладно ну с охранами и бомбически но копаны же они на опрашке купили 1899 год короче ребят 10 копеек ну чтож белончик очень приятно идем дальше ну чтож вторая у меня вернее третья империя такая вот двушечка по моему николашкин формат ладно на макро потом дома сниму две по моему копейки да усосано циферка 2 там виднеется ну чтож монета есть идем дальше солнышко то выглянет то вот так вот опять скроется еще в лесу очень 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 супер рекомендую господа кто там у нас соображает в этих штуках видите какая стекольного завода не похоже это запорная фигня эти короче кто чё знает подскажите самим интересно что это может быть клей клеймух по походу нет вот бывают моменты истины выдохнем и пойдем дальше копать так как это была шведская территория мы смело можем предполагать вероятнее всего что это мушкетно таскать оружие пулька деформирована естественно может быть сейчас оберну к хорош что-то на меня это так что так вот ребята такие артефакты падают крутяк сейчас бы соточку а лежит сатэнчик чирикнуть но за рулем за рулем ночью мне сенок каким-то хреном взял ничего было и сладко сковородочку туда прижилась нормально компактно ну и в общем тайская фигня разваливается потихонечку ничего сейчас самое время разжигать вот такой фигней когда там неделю идут дожди самое то всем приятно кто кушает что олежек мы нашли его за тем что пришли стеклянные кирпичи на стеклянном заводе так вот так вот оно бывает обычный кирпич в стекле крутяк оставим потомка все на стеклянном заводе такая вот кладочка чё прикол обычный кирпич и попалась такая вот хрень может кто знает чё скажите от чего это может быть а 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 Субтитры сделал DimaTorzok До новых встреч на нашем канале!